Древняя Греция. Египет первого тысячелетия до нашей эры и Оренбуржья. На первый взгляд, ничего общего. Но это не так. Эти, казалось бы, совершенно разные понятия объединяет кочевое племя сарматов. Первое тысячелетие до нашей эры. Происходили большие изменения. Империи поднимались, разрушались. Все это время находились и двигались по определенному пути. Сарматы — это ираноязычные кочевники Железного века, которые господствовали от Южного Урала до Дуная, с VI века до нашей эры и IV века нашей эры. И, соответственно, они двигались с запада на восток и взаимодействовали со всеми цивилизациями. Например, с Египтом практически, конечно, взаимодействий не было, но, тем не менее, в курганах находятся и египетские вещи. Например, глаз Уджад и Скоробей. Сарматские племена тесно связаны с Оренбуржьем. На территории области немало курганов, которые остались от кочевников. Находки из этих мест бесценны для науки. Познакомиться с ними можно на новой выставке Оренбургского губернаторского музея. Экспозицию составляют 200 предметов. Представлены разные вещи. Это и интересные фаянсовые сосуды, амфоры, какие-то стеклянные мозаичные осколки, вооружения, культовые вещи, много-много разных интересных произведений искусства. Перед нами памятник, изображающий древнеегипетского бога Хора в образе человека с головой сокола. И это уникальный памятник, во-первых, потому что он сделан из бронзы, а древней бронзы сохранилось очень мало. Во-вторых, памятник необычен тем, что он изображает бога Хора в образе римского полководца. Сочетание, да, соединение двух культур. И античной греко-римской, и египетской. Вот эта статуя необычная. Таких статуй сохранилось очень мало. Практически единицы. Выставка организована совместно с Московским государственным музеем изобразительных искусств. Многие экспонаты ранее не составляли никаких экспозиций, даже в музее хранения, и будут показаны впервые. Выставка эта специально создавалась для Оренбурга. И выставка поэтому, я считаю, уникальна. Но я думаю, что и все посетители в этом убедятся, потому что выставка состоит из трех частей. Мы показываем культуру сарматов, кочевников в контексте, в контексте цивилизации, которые существовали вот в этот период. С пятого века до новой эры, до третьего века новой эры. То есть это Египет, это античный мир. Экспозиция оформлена в приглушенном свете. По словам работников музея, это первое для Оренбурга подобное дизайнерское решение. Оно позволяет добиться максимального акцента на артефактах. У нас в музее очень акцентные стены. У нас очень много лепного декора, очень красивые люстры. И наша идея была отвлечь от этого всего зрителя и привлечь зрителя только на объекты, только на экспонаты. Познакомиться с сокровищами древности можно с 27 октября по 21 января. Вход на выставку доступен в том числе и по Пушкинской карте. Артем Вербицкий, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ.